Анастасия, будьте добры, пожалуйста, зажмите нос и дуньте себе в нос так, чтобы пошел воздух в уши. Перепонка работает. Анастасию госпитализировали в лоротделении второй больницы с повышенной температурой и жалобами на острую боль в левом ухе. С помощью новейшего оборудования удалось правильно поставить диагноз и назначить лечение. У девушки от воспаления получила повреждение барабанная перепонка. После проведенного лечения пациентку перед выпиской осмотрел врач-атариноларинголог Александр Ведяков. При первичном осмотре был диагностирован острый гнойный перфоративный средний отит. Диагностирование облегчило процедура видеоэндоскопического исследования полости среднего уха, которая прекрасно визуализирует повреждения, глубину повреждения. Осмотр пациентки проводился с помощью электронного эндоскопа – микрокамеры, на кончике которой размещен источник света. Этот инструмент существенно облегчил диагностику. Данная система способна, во-первых, оказывать визуализацию, во-вторых, фотофиксацию определенного случая и фотографию. Ну, флешка вставляется, с флешки можно распечатать. Новое оборудование установлено в отделении по программе здравоохранения Подмосковья. С помощью лор-комбайна с широким функциональным оснащением в отделении проводятся не только осмотры уха, горла и носа, но и разные восстановительные процедуры, причем как у детей, так и у взрослых. Медицинские процедуры стали приятными, по ощущениям. Есть даже массажер барабанных перепонок. Вторая и более мощная видеоэндоскопическая стойка появилась в «Святая святых» Щелковской районной больнице номер 2. В операционной она позволяет вести операции в режиме реального времени, записывать видео и фотоизображения вот на свой компьютер. Теперь у щелковских хирургов не только умелые руки, но и зоркое зрение. Операционное лор-отделение дооснащено видеоэндоскопической стойкой. Ее видеокамера дает 34-кратное увеличение. Изображение записывается на цифровой носитель и может быть использовано в качестве предмета обсуждений на медицинском консилиуме.